МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Законодатели. Меня зовут Татьяна Молокова. Мартовская парламентская повестка весьма насыщенная. Депутаты внесли изменения в бюджет до 2021 год, заслушали отчет Кабинета министров за прошлый год. Кроме того, в календаре есть и знаменательная дата. 25 лет исполнилась газете «Республика». Обо всем поподробнее. Бюджет республики был принят в декабре прошлого года. Тогда доходы казны составляли 61,5 миллиард рублей. Но уже в начале этого года удалось увеличить бюджет на 6,5 миллиардов. Депутаты внимательно изучили проект закона. Многие проекты, на которые планируется выделить средства, из бюджета обозначены в послании главы Чувашьего госсовета. Парламент планирует внести изменения в 8 законов. Министр финансов Михаил Ноздряков подчеркнул, по-прежнему безвозмездные поступления из федерального бюджета пойдут на выполнение социальных обязательств. «Приоритеты были традиционно реализация национальных региональных проектов в части своих мероприятий, в части своих средств. Приоритет – это реализация поручения мероприятий, которые даны в рамках послания главы Чувашской республики. По линии образования – это почти 2 миллиарда 100 миллионов. Здесь в рамках послания главы республики была поставлена задача в течение пяти лет полностью провести программу модернизации всех, прежде всего, муниципальных учреждений образования. 106,4 миллиона – это дополнительные средства на строительство детских садов. В этом году по национальным проектам мы должны сдать 9 детских садов. Общий объем средств у нас – миллиард 126. Средства будут направлены на благоустройство дворов, дорожное хозяйство, социальную политику. Так, дополнительных расходов потребует возмещение трат за наем и содержание жилья, взносы на капремонт, платы за коммунальные услуги детям войны. Появятся первые льготы для тружеников тыла, по сути, детей войны. Они, по сути, как труженики тыла. И эти дети войны получат первые льготы. Мы хотели бы, чтобы они получали, кроме льготы на коммунальные услуги, получали еще единовременные ежемесячные выплаты в денежной форме. Ну, хотя бы в тех же суммах, как и, значит, труженики тыла. Правительство республики предлагает в этом году продолжить финансовую поддержку молочного животноводства и сохранить выплаты на содержание коров. В целом, в проекте бюджета на сельское хозяйство запланировано более 2,5 миллиардов рублей. Будут направлены средства на ремонт культурных сооружений в районах. Михаил Ноздряков особо отметил, что в проекте бюджета уже учтены денежные компенсации вместо горячих обедов детям с ограниченными возможностями. Продолжатся и так называемые ковидные выплаты. Мы получим увеличение нашего бюджета на 2021 год с плюсом свыше 6 миллиардов рублей. И, конечно же, основная часть это пойдет на развитие социальной сферы нашей республики. В частности, полтора миллиарда рублей на закрытие кредиторской задолженности лечебных учреждений, на модернизацию первичного звена здравоохранения. И здесь же у нас и оснащение медицинских учреждений, и строительство. Планирует правительство и средства на строительство футбольных полей и спортсооружений в муниципалитетах. На встрече подняли вопрос и о материальной поддержке спортсменов, которые входят в состав сборной России. В Минспорте, на самом деле, можно строить какие-то здания, учреждения, спортивные залы. Но понятно, что надо спортсменам добавлять на их содержание, на их экипировку, на их сборы и так далее. Чтобы к нам как-то вернулись те, кто уехали, спортсмены великие, в счастье, Акимова Татьяна и другие. Глава Чуваши отметил, что в бюджете в целом найден баланс между доходами и расходами. Пока дефицит составляет 3 миллиарда рублей. Мы понимаем, как с этим работать. У нас есть четкое понимание, как мы справимся с этим дефицитом. Но и самое главное, этот дефицит растет, вы сами видите, с точки зрения инвестиционных затрат. И очевидно, что ввиду того, что мы направляем увеличивающийся дефицит на создание дальнейшей инфраструктуры, на создание условий для того, чтобы улучшать поступательные качества жизни населения, то здесь, я думаю, что будет эффект. Представители фракции единодушно поддержали уточнение в бюджете, но предложили проработать вопросы подготовки квалифицированных кадров, а также найти механизмы регулирования роста цен на стройматериалы и продукты питания. На очередной сессии Госсовета был заслушан отчет правительства за прошлый год. Конечно, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, серьезно повлияли на результат. Но республике в прошлом году все же удавалось реализовать многие нацпроекты, строить школы, детские сады и ФАПы, ремонтировать дороги, не снизить промпроизводство, а производство сельхозпродукции даже нарастить. В поездке дня сессии были также вопросы по закреплению льгот детям-сиротам и уточнений в бюджет 2021 года. Подробности далее. Несмотря на стагнацию в экономике из-за пандемии, в прошлом году удалось выполнить показатели 9 национальных и 51 регионального проекта. В республику поступило более 11 миллиардов рублей. В республике в 2022 году построены и отремонтированы или введены в эксплуатацию следующие объекты. 7 дошкольных образовательных организаций на 1380 мест в Чебоксарском и Северском районах. 2 школьные в районе Новый город, город Чебоксар и в селе Байгулово Козловского района. 3 сельских дома культуры в Урнавском, Канарском и Чебоксарском районах. 8 фарпов, региональный центр по хоккею, благоустроены 6 дворовых территорий и 37 общественных пространств. Построены и отремонтированы более 80 километров дорог. Это только часть результатов реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. Ограничительные меры привели к большим убыткам в малом бизнесе. Людям пришлось уйти под административные отпуска. Кто-то вовсе потерял работу. Поэтому особое внимание было уделено мерам государственной поддержки. Правительству удалось проиндексировать пособия, увеличить размер республиканского материнского капитала, обеспечить дополнительные выплаты на детей до 7 лет, отдельно на подготовку детей к школе. На эти цели было направлено 12 миллиардов рублей. В отрасли здравоохранения в прошлом году, конечно, все силы были брошены на борьбу с ковидом. Закуплены автомобили для скорой помощи. Современное медицинское оборудование, выделены средства на лекарства от инфекции. Медикам выплачено 2 миллиарда рублей за работу в красной зоне. Среди плюсов хорошие показатели в сельском хозяйстве. Республика на лидирующих позициях в производстве картофеля, овощей, молока, зерновых. Растет экспорт продукции агропрома. Олег Николаев отметил и развитие ТАСЭР, моногородов и технопарков. Одним из приоритетных стратегических направлений деятельности правительства Чувашской республики является формирование новых точек роста экономики. Ведется работа по расширению перечня разрешенных видов экономической деятельности на территории, опережающей социально-экономическое развитие Канаш, которая позволит привлечь дополнительно 7 миллиардов рублей инвестиций и создать 1500 новых рабочих мест. Буквально вот несколько дней назад мы включили в число резидентов ТАСЭР Канаш 5 предприятий, 5 инвесторов, и на рассмотрении сейчас находятся 4. Но мы предполагаем, 3 из них имеют очень высокие шансы на включение в качество резидентов. По регламенту каждая фракция могла задать 3 вопроса. Единороссов интересовал вопрос строительства мусоросортировочных станций. Коммунисты спросили, продолжится ли поддержка предпринимателей. А депутаты от ЛДПР беспокоят дорогу в одном из столичных микрорайонов, построенной с нарушениями. Все фракции, кроме ЛДПР, поддержали отчет правительства. Мы действительно воздержались при голосовании. Дело в том, что, внимательно изучив отчет, мы, конечно же, увидели, как всегда, это бывает положительные цифры. Но, вникая в эти цифры и общаясь с избирателями в Чувашской республике, мы, конечно, видим, что не всегда наши избиратели чувствуют, что все у нас так в республике хорошо. Я хотел похвалить Кабинет министров за ту инициативу по объединению некоторых контролирующих органов. Как раз это КСП, это предоставление услуг населению в виде МФЦ. Я хотел на этой ноте завершить и сказать, что мы не будем голосовать против. То есть мы не выказываем такую какую-то резкую критику. Мы говорим о проблемах, которые мы считаем недоработаны за год. И опять же, я тогда оговорился, что на самом деле сегодняшний Кабинет министров всего год работает. Отчет содержательный, предметный и детальный. Это было приятно констатировать. Цифры хорошие. Я понимаю, что в отчетах, конечно, говорят о хороших результатах. Но есть и негативные статистики, с которыми нужно работать. С вызовами, с которыми нужно справляться. Это и уровень бедности населения. И ниже прожиточного минимума у нас количество жителей республики пока еще большое. Внимание нужно уделять на эти проблемы в том числе. Но задача была... Доклад мы сегодня выслушали, приняли к сведению. Основным достижением прошлого года в этих тяжелых, сложных условиях, которые предъявила нам пандемия, это была системность и четкость действий Кабинета министров Чувашской республики. Что мы и видели, в принципе. Потому что, как было сказано, было несколько трансфертов к муниципальному образованию. Были беспрецедентные меры направлены на здравоохранение Чувашской республики для ликвидации пандемии. И вместе с тем, немалые средства были направлены на поддержание и малого, среднего бизнеса, и населения Чувашской республики свыше 6 миллиардов рублей на прямые выплаты в это непростое время. Ну и, конечно же, была сделана большая работа по заделу на будущее. 25 лет назад вышел первый номер газеты «Республика». Издание стало печатным органом Государственного Совета Чувашской республики, публикатором законов, которые принимает парламент. В национальной библиотеке прошел круглый стол. Первый номер республики вышел 8 марта 1996 года. Александр Белов тогда возглавил газету. Он рассказал, что название придумали еще в 1991 году. Тогда хотели обновить советскую Чувашию. Была мода на замену всего советского. Но бренд сохранили, а название пригодилось. А через 5 лет, когда было решено кавалерийским наскоком создать парламентскую газету, вот буквально из кармана было вытащено, давай назовем «Республика». Убрали только Чуваш. Опять же, надо бы Чувашской республикой называть опять официальной сложности. Вот оставили «Республика». Повторюсь, газета создавалась по пыхах, без всякой подготовки. Я не уверен, что все делалось правильно. Скорее, больше неправильно, чем правильно. Но тем не менее. С тех пор, конечно, многое изменилось. Но как и 25 лет назад, задача газеты полна и объективно освещать все ключевые события, происходящие в Чувашии и парламенте. За это время здание стало постоянной площадкой для общения депутатов со своими избирателями. Сегодня газета все-таки стала помощником законодателей Чувашии. Действительно, депутаты Госсовета и Государственной Думы Российской Федерации всегда выражают свою позицию по тем или иным вопросам, которые наши граждане-избиратели поднимают и свою позицию через эту газету высказывают. Ну и, конечно же, много сегодня в газете у нас печатаются материалы именно с комментариями. И после всего этого, конечно же, идет уже живое общение на страницах нашей газеты. Газету «Республика» с юбилеем поздравили депутаты Государственной Думы и Государственного Совета Чувашии. Петр Краснов подчеркнул, что за 25 лет издание не изменило себе. В доступной форме разъясняют читателям закона и нормативные акты. С одной стороны, такой газеты, такого органа в республике, конечно же, нет. Наверное, и быть не может, поскольку являясь органом законодательной власти, Государственного Совета. С одной стороны, просто мы обязаны, или газеты обязаны публиковать и законы, и постановления Государственного Совета. С другой стороны же, есть журналистский коллектив, прекрасные ребята, которые хотят творить, писать, летать, находить, искать. Вот это вот удается. Госсовет объявляет конкурс молодежных проектов «Мое будущее» в Чувашии. Его итоги подводят традиционно в апреле. Так депутаты стимулируют общественную активность молодежи. Это может быть решение какой-то конкретной проблемы. Творческая инициатива, в реализации которых могут помочь парламентарии. Работы подаются по трем номинациям. Творчество, патриотизм, моя законотворческая инициатива. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, проживающие на территории Чувашии. Срок окончания приема работ – 31 марта 2021 года. Информация о конкурсе представлена на официальном сайте Госсовета Чувашии. Контактный телефон 64 21 64. На этом сегодня все. Встретимся через месяц. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok